Военно-патриотический, оттого не менее фантастический. Учитывая попаданство героя фильма из нашего времени в прошлое, фильм режиссёра Марка Горобца «Блиндаж» презентовали в городе над Бугом в сердце героизма и стойкости Брестской крепости. Создатели фильма с удовольствием пообщались с журналистами и раскрыли несколько секретов съёмочного процесса. Я думаю, что там и наши деды, и наши прадеды в 1945-м не могли представить, что когда-нибудь будет сниматься кино, как русский и немец из 2024-го года перемещаются в 1941-м. Я думаю, что если бы моему прекрасному, любимому дедушке, в честь которого меня назвали, Марку Николаевичу, генерал-майору Советской Армии, сказали, что ваш внук будет снимать кино, как немец и русский попадают в 1941-й год, я думаю, он бы улыбнулся. Но это действительно огромная правда, что это кино о дружбе и о людях, и о том, что неважно, я всё время об этом говорю, неважно какой-то национальности, неважно какого-то вероисповедания, важно, что у тебя внутри, какие у тебя человеческие понятия и что находится внутри тебя. И это кино, это кино об этом. Сюжет фильма повествует зрителю о судьбе двух друзей. Сергей – врач скорой помощи. Его лучший друг, немец Пауль, ранее перегонял машины в Россию из Германии. Так они и познакомились. У иностранца есть не совсем законная подработка. Он – чёрный копатель. Ищет на полях сражения немецкие награды, каски, оружие и продаёт их за большие деньги. Однажды во время раскопок друзья находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941 год и сталкивает лицом к лицу с войной. С бойцами, чьи имена они ещё утром видели на могилах. А дальше сражения, внутренняя дилемма и возможный путь домой. Создатели фильма рассказали о съёмке на натуре, погружении в историю и опасностях работы с пиротехникой. В одном из дублей так сложилось, я точно не хочу никого дискредитировать, ни одного пиротехника, никого, никому претензий не имею, сразу говорю, потому что всё это такой рабочий процесс. Но один из взрывов взорвался мне в лицо. И всю мою левую сторону покосило «Будь здоров!» вот в ту самую ночь. И я тогда был, конечно, в таком состоянии, что я первый раз испугался. И первая мысль была первая, когда я лёг на пол, я добежал весь дубль, упал на пол, ещё не все поняли, что произошло, потому что взрывы были интенсивные. Мы это поняли, потому что Саня стал бежать, а в мониторе я увидел, что он бежит. И на последних трёх взрывах он закрывает рукой левую сторону и отворачивается, чего не делал на репетициях. Потому что он уже не мог поворачиваться, поскольку лицо было... Я лёг, и у меня всё там, физуха, кровь, мозг, всё. Ну, в общем, и тут я понял, что я попал в какую-то... И главная мысль, что делать дальше? Как быть? Тут скорая, больницу. Смена останавливается. Смены нельзя останавливать. Это большие деньги. Группа вся стоит, ждёт. И не только деньги, а просто вообще, если мы сейчас не снимем эту сцену, потом мне быстро вытирают всю кровь и принимают решение досняться. Я понимаю, что сейчас Саню везёт в больницу, я говорю, Саня, ну может дубль быстро, пока ещё не уехали. Я сразу сказал, я говорю, быстро мне, дайте. Я ещё говорю, у меня бубы, всё, у меня вся левая сторона. А я понимаю, он не видит, а я вижу всё это. Я говорю, Саня, ну сейчас мы быстро, сейчас не раз, а Саня говорит, да-да, сейчас всё сделаем. В широкий прокат российский военно-фантастический фильм «Блиндаж» выходит в Беларусь уже завтра, 25 апреля. Приглашаем Брещан в кино. Василий Набускевич, Дмитрий Литвенюк, Юрий Левантович, Новости Бреста.